Как Вы сегодняшний праздник все-таки назвали? Я милицейским называю, я всю жизнь праздновал в милиции. Что Вы можете сказать о полиции сегодняшней? Ничего я не скажу, я не касаюсь. День сотрудников МВД, честно сказать, милиции. Как Вы сегодня оцениваете работу сотрудников полиции? Я лично в среднем. Есть нюансы. Какие поделитесь эти нюансы? Что-то я не вижу на улице милиционеров, машинки ездят. Как все-таки Вы сегодняшний праздник называли? Ну как он называется? День милиции, Ксиронович, назывался. Для нас он День милиции. Я Вам не могу даже разъезжать. Почему? Вы не можете? Да. Работа такая же осталась, как и была. Обязанности такие же, только чуть-чуть ответственность побольше стала. И порядку, я думаю. Оценку дать? Наш отдел, я считаю, отличный отдел. И начальник отличный, и отдел отличный. Эти люди могут давать оценку работы правоохранительных органов. За плечами у них десятки лет службы в милиции. Тревожные ночи, большая ответственность с опасностью для жизни. Праздник, что отмечает страна 10 ноября, для них по-прежнему День милиции. И прекрасная возможность встретиться с бывшими коллегами и нынешними люстителями порядка. День сотрудников внутренних дел в этом году пришелся на субботу. Потому на праздник пришли не в привычной форме, а в нарядных костюмах и вечерних платьях. Концерт, поздравления, награждения – это тот момент, когда нужно отметить не только лучших, но и работу всего коллектива. Ну, здесь надо сразу поправить. Нет в системе МВД оценки хорошо и отлично. Здесь есть только удовлетворительное и либо неудовлетворительное. Но вот мы достигли той оценки, что было поставлено удовлетворительно. Вот. Нет, но я могу сказать, что что не хватает. Не хватает просто, наверное, немножко работать на дубе каждому над собой. Ну, и, соответственно, проводить какие-то занятия, потому что нет предела совершенства. И, соответственно, нам есть к чему стремиться. У нас, скажем так, и тут же раскрываемость поднимать. А раскрываемость – это, опять же, раскрытые уголовные дела и помощь людям. На праздник сотрудников внутренних дел пришли представители от районной и городской власти и депутат законодательного собрания со словами благодарности. Явить благодарность законодательного собра Ленинградской области Владимиру Сергею Михайловичу, старшему лейтенанту полиции, дежурному изолятору временного содержания, за образцовое исполнение служебных обязанностей, высоким профессионализмом в связи с днем сотрудников органов внутренних дел. Многие, кого сегодня отмечали со сцены, не смогли присутствовать на празднике, ведь служба в полиции проходит ежедневно. На страже спокойствия и покоя граждан эти люди стоят постоянно, даже в выходные. Нам не хватает помощи, на самом деле не хватает помощи. Я понимаю, что на сегодняшний день можно нас критиковать, можно нам в наш адрес говорить о том, что мы где-то недорабатываем. Конечно, недорабатываем, конечно, мы эти ошибки видим, но помощь от населения, от граждан, наших граждан Кенгисепского района, города Кенгисеп, она, соответственно, нам просто необходима для того, чтобы работать более эффективно. Наш район отличается от других в Ленинградской области. Присутствие такого гиганта, как морской торговый порт, вносит свои коррективы. Много приезжающих людей, а значит, больше работы у правоохранителей. С прежним штатом сотрудников это проблема. Но впереди изменения, создание в услуге отдела с увеличением количества полицейских. Тогда, возможно, нареканий в адрес блюстителей порядка станет меньше и в городе, и в районе. Светлана Круг, Алексей Васильев, Кенгисепское телевидение, ЯМТВ.